Продолжение следует... Вы скажете, что Селеста уехала на несколько дней к своей матери. Вам понятно? Зачем врать? Я уже устала ползить. Почему вы не расскажете все Селесте? Я не могу. Как вы не понимаете, что я не могу? Она сама должна обо всем вспомнить. Только тогда мы сможем жить как муж и жена. А Клара? Что будет с Кларой? Было глупостью, когда я решил сделать из Клары Селесту. Мне было очень тяжело. Но Клара была так похожа. Внешне неумудренна. Что вы хотите сказать? Я понял, что Клара плохой человек. И вы это очень хорошо знаете. Она постоянно лжет. Когда мы познакомились, она сказала, что вы ее отец. Ее отец. Не обвиняйте ее. Она выросла среди лжей. И она очень хорошо ею пользуется. Поэтому у меня не будет угрызений совести, когда я ее выгоню. Сейчас меня волнует только Селеста. Надеюсь, что она обо всем вспомнит, когда увидит своего ребенка. Хорошо, можете с ней ехать куда угодно. А теперь уходите. Уходите. Подождите. Подождите. Все кончено. Идемте. Обопритесь на меня. Нет, не знаю. Но все равно хорошо, что вы пришли. У меня боли. Вот здесь. Когда я нажимаю, болит. Я не врач. Я бухгалтер, сеньора. Да. Так вы в этом не разбираетесь? Тогда мне от вас никакой пользы. Не оплатите в банке. Да, да, да. Мои счета. Почему вы сразу об этом не сказали? Этим занимается наша блондиночка. Она сейчас на террасе. Пойдемте, пойдемте со мной. Она поливает цветы. Она просто без ума от этих цветов. Разрешите. Добрый день, сеньор. Чем могу быть полезна? Селеста? Нет. Мое имя Клара. Клара Пицамиль. Я никогда, никогда не буду сомневаться в твоей любви. Возьмите. Кажется, все. Позвольте, я посмотрю. Извините. Да, да. Привет. Фрэнк. Фрэнк, как дела? Я пришел за счетами. Хорошо. Я все плачу в банке. Увидимся завтра на работе. Хорошо. До завтра. До завтра. Рад был с вами познакомиться. Я тоже. С вашего разрешения. До свидания. Зачем ты пришел, Фрэнк? Я же тебе сказала, что все кончено. Да, с этим все кончено. Теперь у нас все будет иначе. Все будет по-другому. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Я хочу с тобой поговорить. О чем? О Лукасе. Значит, твоего сына зовут Лукас? Да. Он в Италии. Как в Италии? Что твой сын делает в Италии? Его туда отвезла жена моего отца. Твоя мать? Нет. Сильвана. Моя мать Тереза. Я ничего не понимаю. Дело в том, что мой отец никогда не был мужем моей матери. Он был женат на другой женщине. Его звали Бруно. Всю жизнь я думал, что он мой крестный отец. Так он твой настоящий отец или крестный? Настоящий. Меня обманывали. Хотели, чтобы я думал, что... Что мой отец... Леандро. Леандро? Да. Тебе знакомо это имя? Нет. А твой сын... Сильвана его украла? Нет. Это я попросил, чтобы она взяла его с собой в Италию. В то время мне было очень плохо. Очень. Я не хотел, чтобы мое состояние... Отразилось на ребенке. Но Сильвана умерла. И мне надо ехать за Лукасом. У кого он сейчас? Кто за ним ухаживает? Я не знаю. Франко. Это мой брат? Плохой мальчик. Это он так подумал? Я в этом не сомневаюсь. Она очень хитрая. Наверняка она что-то пронюхала. Надо быть с ней поосторожнее. Оставьте меня в покое, Гора. Я устал от ваших идей. С меня достаточно. Хватит. Я сейчас. Хуже. Гораздо хуже. Как поживаешь, детка? Что? Что? Что ты сказал? Что слышала, Клара? Франко едет в Италию вместе с Селестой. Твои планы сбываются наполовину. Ты ведь хотела, чтобы Селеста уехала в Европу. Но не Франко. Не Франко. Мой муженек не захотел. Решил меня провести. Ничего у тебя не получится. Что ты на меня смотришь? Ты зря думаешь, что я когда-нибудь поеду только ради твоего удовольствия. Но это важно не только для меня. Для тебя тоже. Хватит, Франко. Довольно лжи. Не хватит. Это не ложь. Сейчас я не могу тебе все рассказать. Но ты должна мне верить. Почему это я должна тебе верить? Потому что я тебя люблю. Люблю, как никто на свете. Больше, чем свою жену? Чем своих детей? Если бы ты мне поверила. Но я тебе не верю, Франко. И лучше уходи отсюда и больше не возвращайся. Или я сюда больше не приду. Прошу тебя. Я закрою все себя дома. Ты меня больше никогда не увидишь. Никогда. Правила передумать. Мне надоело. Надоело носить эту форму. И всем прислуживать. Ну что ж, очень хорошо. Всегда надо стремиться к большему. Но ты не волнуйся. Когда умрет Тереза, мы снова поженимся. И ты станешь хозяйкой в доме.